Мы начинаем с вами работу над новой книгой. Она с очень интересным переплётом, и мы не могли не рассказать о ней. Вообще, это издание 1839 года, называется книга 6 новых повестей для детей с шестью раскрашенными картинками. Какая красота! Вручную расписаны гравюры, очень красивые. Их нужно будет проложить кальками, чтобы они не оставляли следов на соседних листах. А, и отсутствуют кальки, да? Они же здесь были. Проблема заключается в том, что задняя крышка у этой книги отсутствует вообще. Вот, книжка заканчивается на слове «конец», и на этом всё. Нам предстоит не только отреставрировать имеющийся переплёт, сохранить все имеющиеся материалы, в том числе и корешок, но и заново сделать заднюю сторонку, чтобы она была идентичной и максимально похожей. Приступаем к работам. Наши постоянные зрители уже знают, что начинаем работу с разборки книги. Нам необходимо отделить переплёт от блока. Форзац. Вот это вот, ну всё. Блок мы не перешиваем. Мы сейчас размочим всё, что осталось от старой гильзы. И снимем, проверим на наличие выпавших тетрадей. Клеим калечки. Корешок почистили, удалили остатки гильзы. Просмотрели блок на наличие выпавших тетрадей. В принципе, он достаточно в хорошем состоянии. Но есть у нас выпавшие иллюстрации. Парочка. Вот таких. Которые нужно поставить на место. И вот одну тетрадочку нужно будет нам вшить. Немножко её отреставрировать и вшить. Ещё у нас нет титульного листа. Да, ещё нет титульного листа, который нужно будет допечатать. Некоторые иллюстрации выпали из блока. И нам надо их тоже подготовить, чтобы их вернуть на место. Первым делом почистим. Это мы остатки клея убираем? Он был приклеен к форезицу, который отпал со временем. Мы подготовили для книги титульный лист. Нашли его в интернете, в одной из библиотек. Запросили, нам прислали скан. Распечатали его не на принтере, а с помощью афорта. Чтобы показать вам разницу, мы сейчас... У нас есть вот точно такой же лист, распечатанный на принтере. Во-первых, сразу видно, что чёрный цвет на принтере немного менее глубокий. А вот афортом он чёрный-чёрный. Основное отличие хорошо видно, если мы посмотрим эти два листа под микроскопом. Вот эта буква напечатана на принтере. Во-первых, видно множество следов краски. Видите, сколько пятен. Ещё съёмка не так сильно передаёт вживую. Конечно, это видно намного сильнее. А теперь посмотрим лист, который напечатан афортом. Буквы более чёткие, это во-первых. Во-вторых, нет никакого шума цветового. Только чёрный цвет. И качество печати куда лучше. Так что в работу у нас пойдёт лист, который напечатан афортом. Вот мы восстановили первый лист, титульный, в первой части. И уже в тетрадке. Да, мы его склеили с гравюркой. И сейчас мы её подошьём вместе с остальными тетрадями. Блок у нас был сшит, после того, как мы вернули на место титульный лист и выпавшие иллюстрации. После этого его скруглили, туда выклеили гильзу, укрепили блок. И теперь мы можем его доставать и уже работать с переплётом и вставлять блок в крышки. О, мы ещё и установили калечки. Тут ещё одну сейчас вклеим, чтобы прикрыть вот этот вот. Теперь перейдём к корешку, почистим его, удалим старый отстав. И, конечно же, постараемся по максимуму сохранить старый материал. Да, долгая, кропотливая работа. Мы подготовили кожу, чтобы нам сдублировать наш корешок. Поскольку после снятия бумаги он очень тонкий, ну и есть места утрат, которые нам нужно восполнить. В этот момент многие могут испугаться, сказать, что мы используем ПВА и как мы можем. Мы хотим напомнить, уже не раз говорили в наших видео, что мы используем все клея только иностранного производства, компаний, которые производят различные материалы, различные клея, чистящие средства. Именно для реставрационных и переплётных работ. Они все обратимые. Доращивание уголков вот этой вот крышечки, которая у нас сохранилась, мы используем ту же кожу, что у нас и пошла на реставрацию корешка. Сейчас нам необходимо без разборки крышки, то есть без снятия этого покрывного материала, дорастить уголки. Они когда-то раньше были кожаные. Не надо нам сейчас эту историю вернуть в уголках. Мы поднимаем корешок. Мы приподняли борт, почистили его и теперь можем перейти непосредственно к процессу заращивания. КОНЕЦ 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 У нас есть вот такая оригинальная сторонка, которую мы сохраняем, на которой укрепили углы. И нам необходимо её повторить. Мы заказали штамп, сделали тиснение по бумаге и теперь готовы восстанавливаться. Но на самом деле, вот этот кусочек был первым тиснением и выяснилось, что всё не так просто. Если присмотреться, то они немножечко отличаются. Нам пришлось перезаказывать штамп, немного изменять форму тиснения. И вот теперь мы изготовили вот такую бумагу, которая уже выклеена на сторонку, на которой есть один уголок. И как раз таки она полностью повторяет рисунок, как на оригинале. Не знаю почему, но вот это особенно всегда приятный момент, когда блок вклеивается, уже вот после реставрации, после таких основных глобальных работ вклеивается в переплётные крышки. Всегда такая... Ну, нельзя сказать, что это точка в окончании в работах в реставрационных, но это говорит о том, что все глобальные, серьёзные работы закончены и осталась тонировка. Но уже, по крайней мере, книга приобретает свой вид. Музыка. Музыка. Вот и подошла к концу наша работа над этой прекрасной книгой. Здесь стоит отметить, что, наверное, это была одна из самых... Ну, не самых сложных, а самых интересных, да и сложных, работ за последнее время. Не за всё время, но за последнее время точно. Основная сложность заключалась в том, что у нас была передняя сторонка, но полностью отсутствовала задняя. И нам необходимо было не просто её восстановить, но сделать их идентичными, похожими по цвету, по структуре и по ощущению тактильно. Мы не знали той технологии, как это было сделано. Мы шли опытным путём. У нас это получилось, можем смело об этом сказать. Да, не с первого раза мы подбирали штампы, мы заказывали их, пробовали, теснили, но результат вы можете наблюдать своими глазами. Не зная о том, что проходила реставрация, сложно предположить, что эта сторонка абсолютно новая. Внутри у нас установлены форзации из бумаги эпохи издания книги. Корешок мы отреставрировали, дорастили места утра от кожи, провели тонировку, немного прописали теснение, восстановили уголки, вернее здесь они были созданы с нуля, а здесь мы их восстановили и отреставрировали. Если мы открываем книгу, то видим прекрасную, раскрашенную вручную гравюру. Название книги «Шесть новых повестей для детей с шестью раскрашенными картинками». Часть первая. Вы же помните, что этот лист мы тоже восстанавливали, и его здесь не было. Дальше начинается сама книга «Братья и сёстры». Буквально несколько страниц. Я не буду открывать книгу полностью, поскольку она уже после реставрации, нам её скоро отдавать заказчику, поэтому будем аккуратны. Но я могу точно сказать, что она открывается на 180 градусов. Вот мы снова видим гравюру раскрашенную. Часть пятая. Кстати, книга была издана в 1839 году в типографии Степанова. Ещё одна гравюрка. И надо отметить, что в эти года книжное дело активно двигается, активно продвигается и активно растёт. Подобный переплёт – это тоже владельческий переплёт. Какой-то большой эстет его заказал. И для этой эпохи это не редкость, но не типовое, необычное решение по переплёту. Были очень рады, что вы следили вместе с нами за проделанной работой. Надеюсь, вам было интересно. Мы, надеюсь, показали вам что-то новое, поскольку и сами для себя открыли много нового в этой работе. А мы пойдём работать дальше, а вы оставайтесь на нашем канале. Спасибо всем за внимание.